Россия не намерена поддерживать захватническую политику Армении. Такого мнения придерживается государственный советник Российской Федерации первого класса Татьяна Полоскова. По ее словам, в самой Армении в последние годы наблюдается резкий рост антироссийских настроений. И дело не только про западном Николе Пашиняне. По данным соцопросов, лишь 16% россиян полагают, что Россия должна поддержать Армению в данном конфликте. Я сейчас провожу по заказу российский государственный структур, мониторинг в соцсети. И очевидно, что большинство россиян либо призывают российские власти к нейтралитету, либо выступают в поддержку Азербайджана. Отмечу, что еще пять лет ситуация в России была иной. Сегодня же из-за бесцеремонного поведения части армянской диаспоры России, в том числе из-за так называемой «золотой молодежи», отношение к армянам испортилось. Сейчас армянская диаспора, пользуясь различными каналами, активно продвигает свои интересы. Для этого они прибегают к всевозможным методам, в том числе и к распространению дезинформации. В российском видеопространстве полно проармянских СМИ, которые отлично финансируются диаспорой. Но в нынешней ситуации излишний напор и однобокое освещение фактов с изрядной долей фейков уже вызвало обратную реакцию и усилило недоверие к населению. Эту информационную войну Армения проиграла. В России армянская диаспора активно упрекает Москву за так называемое бездействие в вопросе помощи Еревану в Нагорно-Карбатском конфликте. Реакцию российской стороны эксперты называют абсолютно оправданной и отмечают. Бесперебойные звонки Никола Пашиняна Владимиру Путину не поменяют ситуацию в пользу Армении. Шамистан Мамедов, CBC